О, ага, спал как ребёнок. Чёрт, почему люди так говорят? Ты когда-нибудь слышал, как ребёнок спит? Они кричат, ВСЮ НОЧЬ! КАЖДАЯ НОЧЬ! ДЕТИ ВСЕГДА ПЛОХО СПЯТ! Всем привет! Вы на канале Дювплей, и сегодня мы будем продолжать проходить катавочек. Эээ, Рут Ханаки. Не забываем про лайки и комментарии под этим видосом. И погнали! Я вздыхаю, чтобы немного успокоиться. Осторожно взявшись за ручку, я открываю дверь, одновременно вытягивая шею, чтобы заглянуть внутрь. И... И это не мотается? Дверь полностью открывается, и впервые перед моим взором предстаёт комната Лили. Мебель в ней выглядит стариной, на стенах практически отсутствуют какие-либо украшения. В центре стоит низкий стол, на котором я вижу небольшой чайный сервис. Кажется, что у каждого предмета в этой комнате есть своё место. За исключением нескольких стопок книг, сложенных у стены. Помимо того, что глаз радуется открывшемуся виду, по комнате также разливаются какие-то слабые и приятные ароматы. Лака для ногтей, и духу косметики. Иначе как девичьими их не назовёшь. Я заканчиваю рассматривать комнату. И мой взгляд возвращается обратно к девушкам. Ты чё, Лельку-то, рассматриваешь, скотина? Лили сидит рядом, за маленьким столом. На ней надета тёмная-синяя пижама. Тёмная-синяя пижама с шортами, которые открывают взору её обнажённые очаровательно бледные ножки. Напротив неё сидит Ханака, облачённая в консервативную светло-розовую ночную рубашку. Её руки зажаты между колен. Плечи выдаются вперёд, голова опущена. Будто она пытается с... в ней спрятаться. Ей было бы несложно это сделать. Её халат выглядит размера на два больше, чем нужно. Складки фланелевой ткани халата делают её похожей на ребёнка, который, играя, примеряет гардероб своих родителей. Она поднимает взгляд, чтобы удостовериться, что это я. На её лице проскальзывает чуть заметная улыбка. А затем немедленно снова исчезает, как будто её там никогда и не было. Нет никакого смысла стоять в дверях, хисао. Закрыв за собой дверь, я делаю шаг в комнату. Боже, боже, боюсь, что для троих здесь слишком мало места. Найдёшь, где присесть? Я медленно подхожу к столу и стараюсь сесть так, чтобы ничего не задеть. Пока я усаживаюсь, бросаю мимолетный взгляд на Лили. Сейчас я понимаю, что быть смело слепым это ужасно. Надеюсь, ты не откажешься от чашечки чая? Ханакая не могла бы ты налить? К-конечно, хи, со- ты, ты, ты не хотел бы? Я не отказался бы от чашечки чая. Тебе помочь? Нет, я справлюсь. Спасибо. Лиля едва сдерживается, чтобы не улыбнуться из-за нервозности подруги. что же не могу ее в этом винить тяжелый был день ага сидя с ними в комнате я наконец расслабляюсь слева от меня сидит лили в темное синим с правой стороны ханака одетая в розовое стоящий на столе алый чайный сервиз с цветочками выглядит практичным и очень милым контрастируя с простой но довольно изящной мебелью он смотрится довольно странно что наводит на мысль что сервиз выбирала скорее всего ханака наливая чай заварю заварочного чайника ханака случайно задевает крышку это издает гром тонкий звон она делает резкий вдох должно быть она действительно очень нервничает хотя этот звон не то из-за чего стоило бы беспокоиться ханака бросает в дрожь из-за этой оплошности все хорошо ханака не переживай слова лили кажется ободряют ханака это успокоившись силовка разливает чай в две оставшиеся чашки вот хиса и лили ханака аккуратно ставить чашки на блюдца перед лили и передо мной к такому обслуживанию и привыкнуть недолго спасибо ханака ага спасибо пожалуйста лили ищет свою чашку и обнаружив ее деликатно отпевает я делаю то же самое это чай на вкус лучше чем тот что мы обычно пьем в школе очень вкусно и чая с таким ароматом я еще никогда не пробовал похоже что ты сделала правильный выбор ханака ты молодец это был смелый шаг с твоей стороны счастливая улыбка возвращается на лицо ханака даже несмотря на покалеченное лицо ее застенчивую улыбку нельзя назвать иначе как очаровательной я рада что вам понравилось ханака наконец успокоившись отпевает из своей чашки я вспоминаю о недавнем разговоре с мишей стоит ли переживать из-за поведения ханака или она просто застенчиво а еще слова лили этим утром похоже что их беспокойство искренне да и понимание ситуации у них лучше чем у меня но в самом деле чем я могу помочь я не пластический хирург и не могу изменить ее внешность и не психолог способный помочь ей стать более общительной так что черт возьми и лили и миша хотят и чтобы я сделал это раздражает мы с ханака быстро становимся друзьями по нашему обоюдному желанию поэтому они хотят чтобы я решил все ее проблемы и я понятия не имею чем не делать никто не может вылечить не мое сердце не глаза лили не болезни кого-либо другого из этой школы но все же я не вижу ничего плохого в том что мы с ханака становимся хорошими друзьями теперь когда она стала ко мне теплее относиться мне нравится проводить с ней время хиса значит тебе понравилось лили снова возвращает меня из раздумий в реальность и я на секунду вспоминаю где нахожусь я в комнате с двумя девушками в ночном белье мне бы радоваться ага тут так спокойно словно я вовсе не в школе часто вы так собираетесь да но в самой школе мы пьем чай гораздо чаще это уж точно то мне каждый день чаев не чают взял чашку чтобы сделать еще один глоток я обнаруживаю что она пуста было восхитительно спасибо ханака лили пожалуйста да ты всегда у нас желанный гость хиса радостно что ты к нам присоединился что к нам присоединился еще один человек в таком случае всегда когда вам будет нужно составить компанию я к вашим услугам всегда надеюсь убедительно получилось лили зевают безуспешно пытаясь прикрыть рот рукой извините я похоже немного устала думаю мы все немного устали боже 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 как мы сегодня проницательны ханака нам действительно пора отправляться спать завтра нас ждет школа ага и я должен идти спасибо за визит хисао спасибо ты придешь еще даже целой армии меня не остановить впечатлена твоей решимостью хисао в любом случае ты права нам пора расходиться я встаю и отправляюсь к двери ханака вслед за мной осторожно встает я останавливаюсь и поворачиваюсь к ней пойдешь со мной ханака мгновенно заливаются краской не я это комната а стоп не я нет это комната она не да все хорошо я же просто пошутил а ясно спокойной ночи спокойной ночи ханакам спокойной ночи хисао доброй ночи всем и на этом наша вечеринка заканчивается невзирая на то что я не знаю наверняка что могу сделать для ханака мне не хочется подводить лили стоит двери за нами закрыться я поворачиваюсь к ханакам знаешь ханака тебе не стоит так уж нервничать из-за меня я к тому что мы друзья верно правильно мы друзья если это вдруг захочешь например пойти гулять только дай мне знать к тому же нас еще ждет тот шахматный матч реванш помнишь конечно но я не думаю что ты победишь чем труднее одержать победу тем интереснее игра кажется что ханака издает приглушенный смешок или быть может это был просто легкий вздох спокойной ночи хисао с этими словами ханака возвращается в свою комнату расположенную по соседству с комнатой лили я направляюсь к своему общежитию но похоже что даже простая ходьба полностью лишает меня сил едва я добираюсь до своей комнаты как меня с головой накрывает волна усталости скину обувь я валюсь на кровать и как только моя голова касается подушки моментально засыпаю и 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 Надо запомнить, что нельзя применять речевые обороты в разговоре с Кензи. Ага, ладно, я понимаю. Я выразился образно. О, ясно. Где ты был вчера вечером? Я хотел у тебя кое-что попросить, а ты как сквозь землю провалился. Ой, скотина ты доставучая. У меня мелькает мысль, а не рассказать ли Кензи правду о том, что я проводил время с Ханакой и Лиле. К счастью, я тут же отметаю эту мысль. Я отсутствовал, патрулировал, осматривал окрестности, ну, ты понимаешь, розведка. Молодец, чувак, молодец. Я знал, что ты из того типа людей, что планирует свои действия наперёд. Так, чего ты хотел? Так, чего ты хотел? Я хотел было прикупить жратвы в комнату, но обнаружил, что нужна мелочь. Подожди, что? Я же отдавал тебе деньги на прошлой неделе, ты, кстати, всё ещё мне их не вернул. Тсу! А я уже начал думать, что ты крутой, чувак. Кензи, порывшийся в кармане, выуживает оттуда свой бумажник. Пока он отсчитывает 400 йен, что мне должен, я замечаю, по крайней мере, пару десятитысячных купюр. Какого чёрта? Почему ты занимаешь деньги у меня, когда у тебя из своих предостаточно? Кензи слегка присвистывает, поняв, что попался. Отвали, чувак, плохая примета. Тратить купюру на что-либо, что составляет меньше половины её номинала. Правило магната. Учерашний ужин мог мне обойтись в... Семь лет неудачи. Семь лет! Тебе не кажется, что это уже достаточная причина кого-либо выручить? Я бы меньше пострадал, если бы просто украл те продукты. Мой здравый смысл призывает что-нибудь ему ответить, но я всё же сдерживаюсь. Отстаивание своей точки зрения с таким, как Кензи, только приведёт к ещё более сложным дискуссиям. Ага, ты прав, наверное. Может быть, тебе стоит лучше готовиться к подобным ситуациям, а? Да, чувак, знаю. Но у меня столько дел, что трудно везде успеть. А ещё тебя вечно нет поблизости. Поэтому я остаюсь сам по себе. Мы с тобой, по идее, должны быть братьями по братству, помнишь? Ага-ага, помню. Глобальные заговоры, всё такое. Я буду держать ухо востром. Кензи так близко наклоняется ко мне, что мне в нос бьёт резкий запах чеснока. Да уж постарайся, чувак. Ты уже проводишь здесь гораздо меньше времени. С этого-то всё и начинается. Они пытаются расколоть нас, разделяя и властвуй, как сказал Сунь-Дзе. Так точно, а сейчас я должен идти. У меня занятие, ты со мной? Не, я устал. Для того, чтобы убедиться, что ничего не случится после размена той банкноты, я не ложился всю ночь. Гляжу, ты рационален как никогда. Идиот. Как скажешь. Спокойной ночи. Кензи скрывается в своей комнате. Выходя в прихожую, за спиной я слышу... Брятание замков его двери. Именно поэтому некоторые люди не могут свернуть язык трубочкой. А у некоторых второй палец ноги длиннее, чем большой. Мута криво улыбается, очевидно гордясь своим объяснением действия рецессивных генов. Однако, независимо от того, насколько его самого впечатляет наука, определяющая то, кем он, кем мы являемся, его лекция все равно вводит класс в стопор. Почему плохое объяснение может даже самую интересную информацию превратить в ничего не стоящее? Я вижу, что Мута и сам прекрасно понимает, что ничто из сказанного им в течение последнего получаса не было воспринято окружающими. Разговоры шепотом начинают нарушать молчание. И со скоростью лавины уровень шума в классе начинает нарастать. Сдавшись, Мута раздает несколько вопросов из учебника и начинает вытирать доску. Конечно же, как только ученики начинают разговаривать и смеяться между собой, Ханека собирает свои вещи и покидает класс. Испытываемый поначалу шок от того, что кто-то столь откровенно прогуливает уроки, начинает исчезать. Но я не перестаю об этом задумываться. Она уходит, потому что не желает, чтобы с ней разговаривали. Или же одна мысль... Одна лишь мысль об окружающих людях нарушает её покой. Мои размышления прерывают колокольный звон, возвещающий начало большой перемены. Может быть, она просто воспользовалась возможностью, чтобы уйти пораньше? Обыденная ученическая суета, предваряющая каждый ланч, эхом разносится по комнате. И пока Миша отвлеклась, я хватаю еду и выскакиваю за дверь. Лилия, одиноко сидящая в чайной комнате, выкладывает свой ланч. Значит, Ханека ещё не пришла? О, Хисао, как дела? Боюсь, я не встречалась с Ханека с самого утра. Точно, Ханека и Лилия живут по соседству. Эх-то утренний диалог, небось, куда адекватнее, чем потоки бреда Кэнзи. Странно. Она рано покинула классы, я решил, что она направилась сюда. Так она по-прежнему рано уходит из класса. А? Да, я замечал это за ней несколько раз. Лилия слегка опускает голову, и её голос становится заметно более подавленным. Она похожа на человека, привыкшего слышать плохие новости. Я была уверена, что она прекратит это делать, как только вы станете друзьями. Наверное, каждому человеку нужно время. Но я как раз задавался этим вопросом. Всё-таки, почему она уходит? Я и сама до конца не уверена. Думаю, она не хочет попасть в ситуацию, в которой ей придётся отвечать на вопросы. У меня всплывают воспоминания о первой встрече с ней. Тогда я подумал, что она выглядит как загнанная зверушка. Может быть, я был не так уж и далёк от истины. Но, кажется, она прекрасно общается с тобой и со мной. Вроде как. Всё намного сложнее, чем кажется. Готова поспорить первое, чем большинство интересуется... Так это... Так это её шрам... Глядь. Готова поспорить первое, чем большинство интересуется, так это её шрамами. И тем, как она их получила. Она редко разговаривает об этом со мной, но я уверена, что она не желает вспоминать о том происшествии. Оставить классу и убежать от расспросов – её защитная реакция, если можно так выразиться. Хм... В таком случае, почему она разговаривает со мной? Ты сам вчера во время завтрака ответил на свой вопрос. Ты пытаешься игнорировать её недостатки. Как только Ханако увидела, что ты не собираешься её расспрашивать, она тебе открылась. Хм... Наверное, ты права. Может быть, я не знаю. Ты знаешь её куда лучше меня. Так что поверю тебе на слово. Я бы не беспокоилась на этот счёт, уверена, она совсем скоро... Уверена, что совсем скоро ты узнаешь её так же хорошо, как и я. Меня радует, что у Ханако появился новый друг. Да ещё и со столь схожими интересами. Ну, вряд ли, походу, в библиотеку можно считать командным видом спорта. Хотя, читать на пару с кем-то всё же неплохо. И я так думаю. Ханако всё-таки обычный человек. Ей тоже порой нужна компания. Ясно, вроде бы. Но, честно говоря, я вас обеих ещё не до конца понимаю. Это, естественно, Хиса. Мы совсем мало знаем друг друга. Было бы неправильно ждать от тебя понимания. Ведь мы сами не всегда в состоянии понять тебя. Но становиться друзьями, узнавая друг друга всё больше, это ли не удовольствие? Да-да, конечно. Хотя, полагаю, дело тут в том, что мы разных полов. Между мужчинами и женщинами часто возникает недопонимание. Она произносит это слегка хихикая, находя довольно занимательном обсуждении подобных жизненных мелочей. Хисай, надеюсь, ты не будешь против, если я приступлю к еде? Наверное, да, может нет, кто знает. Уж точно об этом мы узнаем уже в следующий раз. А сегодня будем заканчивать. Так что, всем спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!